Продолжение следует... Вот L2, мы будем подразумевать, пространство последовательности и стандартная числовая сумма квадратов, которая следует... Какова роль пространства L2, скажем, в топологии? Ну вот, стандартный, самый простой объект в топологии, это значит отрезок. Отрезок возводим в квадрат, что мы получаем. Квадрат и так далее, и так далее, n-ая степень, и в конце концов, счетная степень отрезка получаем Гильберта Пупа. Будем считать, что Гильберта Пупа, это у нас есть произведение отрезка, ну скажем, от минус единицы до единицы. В этом множестве Q мы можем выделить те точки, у которых никакая из координат не равна либо плюс, либо минус единицы. И вот это множество есть в псевдовнутренности Гильберта Пупа. Ну, если, скажем, в случае квадрата мы берем точки, у которых никакая координата, ну, отрезок от минус единицы до единицы, да? То есть, если мы берем точки, у которых никакая координата не равна плюс или минус единицы, то это из точки, которые составляют внутренность квадрата. По аналогии казалось бы, что если мы возьмем точки, у которых в Гильбертовом кубе, у которых никакая из координат не равна плюс-минус единицы, то есть внутренность Гильберта Пупа нет, это не так. Это есть множество точек, которые не являются внутренними. Это так называемая псевдовнутренность Гильберта Пупа. Ну, и, соответственно, те, у которых хотя бы одна из координат равна либо плюс, либо минус единицы, это псевдограница. Так вот, оказывается, что пространство L2, пространство последовательности сумма квадратов, которая сходится, гомеоморфно, псевдовнутренности Гильбертового куба. К чему это я речь вижу? Вот Сергей Иванович говорил о стягиваемых пространствах. Ну, пожалуйста, отрезок, стягиваемое пространство, там, любая его степень. И Гильбертов куб тоже из пространства стягиваемое. Кстати, Гильбертов куб это из пространства, которое топологически однородное. То есть, если мы возьмем любые две точки этого пространства, то есть гомеоморфизм этого пространства на себя, которое одну точку переводит в другую. Понятное дело, что так не происходит с квадратом или с какой-то n-ной степенью куба, по той простой причине, что там есть внутренние точки, есть точки граничные и нет гомеоморфизма куба на себя, который бы переводил внутреннюю точку в граничную. Так вот, рассмотрим пространство гомеоморфизма отрезка. Ну, если мы рассматриваем гомеоморфизм отрезка на себя, то, наверное, есть смысл сразу потребовать, чтобы граничные точки оставались неподвижными. Так вот, отрезок, отрезок переходит в себя, легко понять, что граничные, ну, граничные, как известно, переходят в граничные, поэтому есть здесь два варианта. Либо граничные остаются на месте, рассматриваем гомеоморфизмы, либо все гомеоморфизмы. Но рассматриваем не все, то есть только такие гомеоморфизмы, которые границу оставляют на месте. Далее, вот сколько я сказал, да, вот можно рассматривать пространство гомеоморфизма отрезка, квадрата, так далее, и, естественно, пространство гомеоморфизмов куба. Вот что известно на сей момент, в какой степени известно, и как это связано с теми задачами, которые будет идти, и как это связано с теми результатами. На день сегодняшний известно, что пространство гомеоморфизмов отрезка, которые сохраняют концевые точки на месте, гомеоморфно L2. Ну, либо что то же самое, псевдониментность Гильберта у куба. Чуть попозже, но намного сложнее, был получен результат о том, что и для квадрата это тоже есть L2. Также был известен результат о том, что это из L2 для Гильберта у куба. Хотя, повторяю, в Гильберта у куба каких-либо ограничений на границу мы накладывать не можем в принципе, поскольку он топологически однородный. Когда-то, ну, давно, можно признаться, еще когда был студентом, я, честно говоря, даже написал статью, но, слава богу, не успел ее отдать в редакцию, о том, что эта проблема может быть решена для любого М. Ну, отлежалась эта статья, отдал я своему руководителю Виталию Виталиевичу Кидорчуку, которого, правда, уже нет в живых, но, пока он ее читал, я сам там нашел дыру и, слава богу, все это забрал. Так вот, по день сегодняшний, как мне представляется, эта задача не решена. Почему я говорю, как мне представляется? На самом деле, если вы посмотрите в интернете, Стреколовская, я очень хорошо знаю Нина Стреколовская, в районе, в 2000 году опубликовала заметку о том, что вот эта проблема решена. Проблема гомеоморфизма Мерного пума, потому что для крайней ситуации, когда Гильберта в пуме все известно, один и два известны, но я так думаю, что, да, но это был анонс результата, и в основном в этой статье шли ссылки на книгу Чепмана, на книгу Александрова и Пасенкова и на мою совместную статью с Басмановым. Я, так сказать, подозреваю, в чем там был узкий момент, но так полного доказательства вот за 15 с хвостиком лет и не появилось. Поэтому, не в обиду Стреколовской, к сожалению, сейчас она совсем не публикуется, установить как-то связь с ней представляется возможным, эта сотрудница в то время она работала в Петрозаводском государственном университете имени Кусинина. Не удалось. Я так думаю, что, по всей видимости, вот этот вопрос остается открытым. Хотя, повторяю, анонс такого результата в районе 2000 года был. Далее. Смотрим мы на Куб. Куб – это он мужского рода, соответственно, всегда ему должна быть в пару она. Итак, она для Куба – это что? Сфера. Он уже Куб, а она – сфера. Ну, сфера, кстати, есть пространство нестягиваемое, о чем говорил Сергей Иванович, да, так сказать. Ну, любая сфера, в том числе и окружность, по себе, стягиваемое, так сказать, по шару, по себе нестягиваемое. Вот встал вопрос о том, а что собой представляет пространство гомеоморфизмов сферы, вовс ней. Пусть это будет одномерная сфера. Здесь, слава богу, букву Д писать не надо, по той простой причине, что топологически однородно. Такая же ситуация. Я выписываю, собственно, и для С2. Здесь я напишу для СН. Ну, а здесь пусто, потому что аналога Гильбертова Кубань. Так вот, удалось доказать, что, чтобы представлять пространство гомеоморфизмов сферы, в одномерной. И есть у меня две гипотезы относительно того, как же все-таки устроено пространство гомеоморфизмов любой нмерной сферы. Значит, гипотеза состоит в следующем. Давайте мы через H с индексом В, скажем, под СН, обозначим гомеоморфизмы сферы, нмерной в себя, у которых остается неизменная фиксированная точка. То есть вот есть у нас сфера, мы зафиксируем какую-то точку В, и H с индексом В, СН, это все гомеоморфизмы этой сферы на себя, которые эту точку оставляют неподвижной. Так вот, первая гипотеза состоит в том, что пространство гомеоморфизмов любой сферы СН, это есть пространство гомеоморфизмов этой сферы с фиксированной точкой на СН. Значит, ну, это так я могу доказать для n равного 1. А вот так ли это для n, начиная с 2, я не уверен. И вторая гипотеза, которая тоже может быть доказана для n равного 1, она состоит вот в чем, что пространство гомеоморфизмов с фиксированной точкой на сферы, это есть не что иное, как пространство гомеоморфизмов нмерного клуба, умноженное на пространство гомеоморфизмов. Граница этого клуба. Ну, я бы вот в таком виде написал. Сейчас, ну, хочется сказать, так сказать, почему бы тут написать СН-1, ну, вот пусть будет так. Значит, пространство гомеоморфизмов сферы на себя, которые точку фиксированно оставляют неподвижной, это есть не что иное, как пространство гомеоморфизмов нмерного клуба, которые границу этого нмерного клуба оставляют неподвижной, умноженное на пространство гомеоморфизмов границы этого нмерного клуба. Что получается при n равном 1? Если n равно 1, то что мы имеем? Мы имеем, что пространство гомеоморфизма в фиксированной точке, это есть n2, умноженное на дискретное двое значение. При n равном единице, здесь куб одномерный, известный результат, что это есть n2, в данном случае так оно совпадает с этой гипотезой, и умножить на границу. Граница отрезка этого на что, две точки, там либо гомеоморфизмы, которые их оставляют на месте, либо те, которые видны. То есть получается, да, это вот этот результат. Ну а здесь что у нас получается? Вот этот замножитель мы знаем, умножить на s1. То есть пространство гомеоморфизма в окружности, это не что иное, как l2 умножить на одномерную окружность и умножить на дискретное двое значение. Ну, кстати, да, это тогда будет l2 многообразие, а, как известно, гомотопический тип l2 многообразия определяет само многообразие. То есть если два l2 многообразия имеют одинаковый гомотопический тип, то они гомеоморфизма. Остается, естественно, не решенный этот вопрос, этот и далее. Хотя я повторяю, что вот здесь у меня есть большие сомнения в том доказательстве, что это есть l2. Хотя, по всей видимости, это так. По крайней мере, доказано, что вот это пространство является l2 стабильным. Что значит l2 стабильный? Это значит, если его помножить на l2, то полученное многообразие будет гомеоморфной скорой. Вот это такая гипотеза. Здесь, я думаю, есть над чем подумать и попытаться, что сделать. И хотелось бы сказать, да, вот доказательство того, что пространство гомеоморфизма квадрата на себя гомеоморфной l2, то, которое есть, оно достаточно громоздкое. Оно достаточно тяжкое, с привлечением функции комплексного переменного. Но дальше, я повторяю, кроме вот той заметки Нины Стреколовской о том, что якобы этот вопрос решен, подвижек не было и нет. Теперь, я хочу, чтобы мы еще посмотрели одно пространство. Да, но здесь пространство гомеоморфизма. Я не сказал, понятно, компактно открытые топологии, то есть вот стандартная ситуация. Или, так сказать, хотите в топологии равномерной сходимости. И еще одно пространство функциональное, которое тоже, я думаю, может представлять интерес, это пространство ретракции. Опять-таки, известно, что пространство ретракции гильбертового кумба гомеоморфной l2, это достаточно давний результат сакайи. Затем, мне в свое время удалось доказать, что пространство ретракции отрезка гомеоморфна l2. Опять-таки, та же самая Нина Стреколовская в 96-м году утверждала, что якобы она знает, как доказать, что пространство ретракции квадрата гомеоморфна l2. Но это остается под вопросом. Но по логике, тогда она должна была бы объявить, что знает, как и доказать, что пространство ретракции нмерного куба всегда гомеоморфной l2. Но как-то на этом все затихло. Поэтому я все-таки представляю, что вот эти вопросы остаются открытыми, а структуру пространства гомеоморфизмов сферы есть на что посмотреть. Ну и последнее, даже не последнее, а ближе к финишу. Можно рассматривать пространство ретракции. Вот мы рассматриваем из пространства гомеоморфизмов пары, отрезок, либо и военная степень, и сфера. Ну, не степень окружности, естественно. Естественно, рассмотреть пространство ретракции ее, поскольку мы пространство ретракции его рассматривали. Ну вот, я могу утверждать, что пространство ретракции одномерной сферы гомеоморфна l2 объединить с некоторой точкой. Ну, почему? Потому что ретракция, совпадающая с тождественным отображением, ну, тождественное отображение, это есть ретракция, но эта ретракция никак не гомотопна какой-либо иной ретракцией, образ, который не совпадает. Отлично, тождественное. Вот, кратко, те задачи и то, что я хотел бы сказать. По времени я... Давайте подняться. Я думаю, что аспирантам есть где покопаться, и главное, что там будут красивые результаты, и они очень даже вероятны. Те будут вопросы? Есть. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. У меня пара вопросов. Вот вы используете S, N для определения N-мерной сферы, да? Да. Почему не N-1? Ну, вот, на классе С, N-мерную сферму, да? S, N-1. Вы вспомните же, найдите меньше многообразия. Я понимаю. Это второе. Это первое. Ну, хорошо. А второй, вот, когда вы говорите о кумбах, какой размерности? Ну, первая, вторая, N-мерная, бесконечно. Ну, вы знаете, хоть какую-нибудь в размерности 4,5. 4,5? Ну, из классических, из общепринятых. Я, я, вы знаете, я аккуратно скажу. 6. 4,5? Да. Ну, берете отрезок, возводите в пятую или в четвертую степень. Вы знаете, а вы знаете, например, что, ну, куб, на самом деле... Неборазмерность, да, так вот, там у меня было, что гиперкуб, его, там уже даже в четвертую меру не знаю, в мире, я уже не говорю, а R-2 пространство. Шар, как предел, слабокомпактенно касается, где-то там пространство. Слабокомпактенно. Там все рушилось. Ваше представление. Вы не чувствуете биометрию. Что могу? Частью. Нет, что могу. Еще. Еще вопрос. Скажите, вам сказать, вот эти группы звездов трамерного куба, они, известно, что они льдва многообразие, или как-то локальная структура, известно, какая-то? Значит, на самом-то деле, вот здесь известно следующее, что эти пространства L-2 стабильны, да, более того, самый большой вопрос остается, доказать то, что это есть абсолютная крестностная литра. А, ну, то есть, все равно локальность, которая непонятна. Что это есть АНР, да. То есть нужно доказать, что это АНР, дальше есть доказательства того, что эти пространства L-2 стабильны, и из этого, на самом деле, если доказать, что это есть АНР, вот следовать, что это будет L-2 на город. И вот так моя писулька, то, что меня в свое время удержало объявлять громко, оно у меня все помещалось там на четырех страничках доказательства. Как-то это меня терзали смутные сомнения. Ну, я понимаю, что это не аргумент, чтобы было неверно. Но оказалось, что все равно не совсем так. А еще спрашиваю. А вот там глухолы первой гипотезы относительно прямого произведения. Что группа гомеоморфизмов сферы, прямое произведение... Группы гомеоморфизмов сферы, которые точка оставляет неподвижную на эту сферу. То есть, чтобы доказательство, нужно построить просто семейство, непрерывное семейство гомеоморфизмов сферы, которые... Совершенно верно, да. Но в случае с окружностью понятно. Там поворот. А в случае с двумерной сферой, уже, казалось бы, по геодезически можно двигаться. Но не тут-то было. Если мы берем точку диаметрально противоположную, как мы будем двигаться? По какой геодезической? Короче, еще. Можно... Можно показать... Другой вариант, казалось, что-то взять осевую семейство относительно гиперплоскости. И все равно та же самая. То есть вопрос, вообще, на вопрос расслоения, да? Это расслоение над сферой, составляет такими вопросами, будет ли оно тривиальным? Да. Вот это вот. Совершенно верно. Будет это расслоение тривиальным. Со своем, вот, гомеоморфизм. И еще вопросы? Ну и что мне маленькие вопросы? Вот, значит, вот эта группа H2, H1S2, да, там стоишь на вопросах, да? Значит, вы сказали, что... Вот здесь. Да. То есть вот для этого, чтобы все нормально узнаем, да? Нет, 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 нет. Вот это, это все нормально. А, так почему же возникла проблема? Ну, если вот эти гипотезы две верны, что H2S2, это вот что такое, должно быть якобы гомеоморф. Я думаю, что это, скорее всего, L2 умножить на S2, умножить на S1 и умножить на S2. И опять, S2, у вас что, сфера или окружность? Сфера, сфера, сфера. S1, сфера. А S1, это окружность. S1, это окружность, S2, это стандартная сфера. То есть вот это пространство гомеоморфизма имеет вот такую... А, вот тут, вот, да, S2, знак вопроса у вас стоит. Вот здесь знак вопроса не стоит, это интересно. Вот здесь знак вопроса стоит. То есть это Стреколомская утверждала, что так. Но я повторяю, ну, есть у меня сомнения, хотелось бы видеть, ну, хотя бы доказать, что оно не появилось. Тогда было логично, поскольку она и здесь утверждала, что знает решение, и здесь утверждала. Причем, вначале она вот здесь утверждала, что знает решение. Ну, якобы, мотивируя, связывая вот этот результат. Со временем она утверждала, что это знает решение. Потом, по логике, должно было появиться утверждение, что и здесь. Хорошо, понятно. Вот, а я повторяю, так сказать, еще раз, потому что, да, это будет, если так, или два многообразия. Но вообще, одно или два многообразия от другого может отличаться... Ну, отличие одного или два от друга определяется роматорическим. Спасибо. Давайте еще раз, давайте еще раз, давайте еще раз, давайте еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...